Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. С заботой о душевном состоянии россиян утвержден новый порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Приморский Уссурийск стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Сезон клещей в Приморье начинается. Расскажем, кто может сделать прививку бесплатно. Смотрим новости медицины. Психологическая и психиатрическая помощь взрослым и детям планируется вывести в России на новый уровень. Сейчас медики оказывают экстренную помощь людям с психиатрическими заболеваниями или расстройствами в поведении, когда их действия представляют угрозу жизни. А с 1 июля текущего года приказом Минздрава вступает в силу новый порядок. Пациентам с психическими расстройствами или подозрениями на них будут помогать специалисты поликлиник, дневных стационаров, больниц скорой помощи и даже палеоативной медицины. Это могут быть как государственные, так и частные медорганизации. Главное – наличие лицензии на такую деятельность. Как сообщает Гарант.ру, в числе других изменений, применение телемедицинских технологий – запись на прием к взрослому или детскому психиатру через госуслуги. Приморский Уссуриск стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Его цель – снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, негативно влияющих на окружающую среду и здоровье человека. Как рассказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко, города попадают в проект по результатам мониторинга, который проводится метрологическими службами России. И Уссуриск вошел в такой список. Одним из решений улучшения экологии города стала газификация. Она осуществляется поэтапно. Среди других природоохранных мероприятий – проведение экологических акций, озеленение общественных и придомовых пространств. Сделать приемное отделение максимально удобным и комфортным для пациентов – такая задача решается сейчас в Краевой детской больнице номер один Владивостока. В приемном отделении площадью 700 квадратных метров идут ремонтные работы и, по информации Минздрава Приморья, к 30 июня помещение обновится. Как рассказала главный врач больницы Инна Зеленкова, задача не просто провести ремонт, обновить мебель, а сделать отделение максимально удобным, комфортным, разделить потоки, при экстренных ситуациях время ожидания, создать все условия, чтобы работа персонала была направлена на скорость и качество оказания помощи маленьким пациентам. Клещи просыпаются. Роспотребнадзор напоминает, что вся территория Приморского края является природным очагом инфекций, передающихся клещами. И это не только клещевой энцефалит, а клещевой боррелиоз, рикетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. По средним многолетним данным, активность клещей совпадает с наступлением среднесуточных температур воздуха плюс 3, плюс 5 и началом цветения горецвета. В целях профилактики клещевого энцефалита проводится вакцинация. Бесплатно сделать прививку в государственных медорганизациях можно детям с 3 лет, людям старше 60 и лицам, которые относятся к профессиональной группе риска. Какой врач первый встречает малыша сразу после рождения? Насколько актуально в 21 веке грудное скармливание? Крупный младенец – это всегда радость или есть скрытые риски? Синдром внезапной детской смерти? Какие события могут спровоцировать драматичный сценарий? Ответы на эти и другие важные вопросы в интервью с врачом-неонатологом. Андрей Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. И давайте сразу введем в курс дела наших зрителей. Скажите, пожалуйста, кто такой врач-неонатолог? Чем он отличается от педиатра? Какую помощь оказывает? Врач-неонатолог – это специалист достаточно узкой категории. Он занимается детьми с момента рождения до первых 28 дней жизни, то есть до месяца. Но в некоторых случаях неонатологи занимаются больше, если мы говорим о глубоко недоношенных детях, то есть они, надо понимать, рождаются на ранних сроках, то есть до периода доношенности достаточно много проходит времени. Поэтому неонатолог занимается и детьми, которые родились 25-28 недель, до 3 месяцев. А чем отличается все-таки этот доктор от педиатра? Ну, я поняла, что первый месяц, но там другая физиология, все другое у младенца. Абсолютно другое, просто надо реально понимать, что у нас есть одна грань, когда человек приходит изнутри утробного мира, из утробы матери, он рождается, и в нем идут огромные перестройки. И вот эти перестройки, они проходят в течение уже определенно 28 дней. То есть начиная с 28-го дня младенец уже переходит в епархию педиатра, в разряд взрослых детей. Он под нежное педиатрическое опытое. Хорошо, что мы живем в такое время, когда общение с высококлассными специалистами стало возможно благодаря социальным сетям. Недавно в телеграм-канале были опубликованы две очень важных темы. Поднимали вы и ваши коллеги по поводу внезапной детской смерти и по поводу грудного вскармливания. Давайте обсудим эти вопросы. Ну, конечно, начнем вот с такого драматичного события, как синдром внезапной детской смерти. Почему такое бывает? Причины самые разные могут быть. Если мы говорим о синдроме внезапной смерти, это состояние, оно старше 7 дней возникает. Происходит это в основном ночью, во время сна. Почему в этой проблеме сейчас достаточно много уделяется внимания? Потому что, к сожалению, у нас в Приморском крае достаточно высокая младенческая смертность. Младенческая – это смертность с рождения до года. Немалую составляющую – это смерти на дому. Иногда выставляется диагноз синдром внезапной смерти. Может быть, там причины другие. Может быть, там пневмония, может быть, начало заболевания, может быть, еще что-то. Но это такой, я бы сказал, удобный диагноз для судебных медиков. Хотя он не совсем оправдан. Поэтому в каждом случае нужно разбираться. Но и синдром внезапной смерти, опять же, встречается во всем мире. И есть определенные моменты, которые позволяют его избежать. Нужно соблюдать некоторые правила, чтобы значительно снизить риск развития синдрома внезапной смерти. То есть действительно катастрофа, когда мама утром просыпается, а рядом лежит мертвый ребенок. И это же ребенок, который изначально здоров. Да, он считается здоровым. Но, как правило, эти дети наблюдаются, у них особых отклонений в состоянии здоровья нет. Конечно, это встречается несколько чаще у недоношенных детей. Несколько чаще у детей, которые родились с задержкой физического развития. Очень важный факт, на мой взгляд, который я вот, ну, везде, все за здоровый образ жизни бьются. Но никто не думает, что если в семье есть хотя бы один курящий родитель, не который курит при ребенке, а в принципе курит, то риск синдрома внезапной смерти у этого ребенка в 8 раз выше. Когда этот человек дышит на ребенка? Он просто присутствует в квартире. Он живет вместе с ребенком. Потому что продукты сгорания есть на волосах, на одежде, в выдыхаемом воздухе и так далее. То есть это все есть. Это провоцирует в том числе синдром внезапной смерти. Кроме того, возникает иногда очень сложно дифференцировать, чем ребенок погиб ночью. Сон на животе ребенка повышает риск синдрома внезапной смерти. Совместный сон. И потом попробуй разберись, да, или судмедэксперты, или вообще медицинские работники, почему смерть ребенка произошла. Потому что мама перекрыла ему дыхательные пути, у него так называемая механическая асфиксия. Или все-таки это синдром внезапной смерти. Поэтому, опять же, сон совместный в плане риска развития синдрома внезапной смерти, так называемого, он повышает этот риск. Если проговорить с родителями, вменяемые родители, ну, я знаю, такие семьи, когда папу бросали курить, потому что у них появился маленький ребенок. А ну, у нас, извините, кормящие мамы курят. Вообще, вот я так вспоминаю, особенно ночью, когда кормишь, и ребенка кладешь рядом с собой, и потом и ребенок засыпает с грудью, и ты засыпаешь. И это тоже, в общем, получается опасный момент, да? Да, это опасный момент, потому что может просто перекрыть дыхательные пути мама. Может ребенок срыгнуть. Дети же к склонным к срыгиваниям, особенно первые полгода. У них есть склонность к срыгиванию, это абсолютно нормально. Пожалуйста, он срыгнул чуть-чуть, лежит на спине, и вот это вот молоко, створоженное масса, они попали в верхний дыхательный путь, и они их могут закрыть. Может развиться аспирационная пневмония и так далее. Медицинское сообщество обсуждает еще такую тему, как родители-антипрививочники, которые отказываются проводить детям разные прививки. И недавно я общалась с врачом-фтизиатром, и она сказала, что Приморский край в печальных лидерах по отказам от проб МОНТУ, от БЦЖ, прививка от туберкулеза, да. И вы, как врач-неанатолог, ведь в роддоме ставятся две прививки младенцу. Вот вы сталкиваетесь с такой ситуацией? Да, мы с этой ситуацией сталкиваемся, и эта ситуация, я, может быть, даже на нее немножко шире отвечу, как уже и как врач-педиатр, потому что, еще раз напомню, я педиатр изначально, и первое, так скажем, профессиональное образование – детский инфекционист. То есть я закончил интернатуру по детским инфекциям. Сразу хочу сказать, когда я проходил интернатуру, в Приморском крае, в Владивостоке, не было дифтерии, не было коклюша, в принципе не было, потому что это был 85-86 год, да, когда дети были в подавляющем большинстве привиты. Никогда не было стопроцентного охвата прививок, потому что врачи прекрасно понимают, что есть показания, а есть противопоказания. Есть категория детей, которым делать эти прививки нельзя. Ну, а потом у нас началась вакханалия в Советском Союзе, которая закончилась, в том числе и распадом Советского Союза, и вакханалия в головах появилась. И в середине 90-х были и коклюши, родители, у которых дети переболели коклюшем, они локти искусали себе, потому что почему они не сделали прививку. И дифтерия, вспышка с большим количеством погибших на всей территории бывшего Советского Союза, когда отказывались от АКДС, когда нет профилактики дифтерии. Это было все. И вот на эти грабли мы опять наступаем. Я не знаю, чем руководствуются родители, которые отказываются, потому что вреда от прививок, ну, наверное, в сотни раз меньше, чем пользы. Да, бывают осложнения постпрививочные, да. Но что я хочу сказать, технологии меняются, прививки уже сейчас не те, которые были раньше, и постпрививочные реакции встречаются в разы меньше. У нас не было такой замечательной прививки, которая делается от пневмокока, да, она в два месяца делается, количество заболеваний бронхитами, пневмонией, миотитами сокращается у детского населения. Следующий есть такой интересный возбудитель, который называется гемофильная палочка. Раньше от него прививки не было, сейчас есть от него прививки. А это тоже высокий риск заболевания ребенка, пневмония, бронхитом, мейнгоэнцефалитом. То есть это достаточно серьезные болезни, которые приводят, в том числе, и к неблагоприятным исходам. Я не понимаю, почему женщины отказываются от прививок. Эти родители-антипрививочники, если, конечно, почитать, то рассказывают разные страшные истории про то, какие осложнения, и, конечно, наверное, это имеет место быть, да. Значит, здесь ситуация такая, не всегда те заболевания или состояния, которые развиваются у ребенка, и родители связывают это с прививкой, они обусловлены тем, что ребенку привыли и развились осложнения. То есть это очень удобно сказать, вот у нас, вот это развилось по этому. Потому что иногда нужно просто посмотреть в себя и понять, а у ребенка-то, например, вот это состояние развилось не потому, что мы сделали прививку, а потому что имеется какая-то врожденная патология. Это может быть инфекционная патология, может быть генетическая патология, какая-то еще другая, которые редко выявляются. Многие генетические заболевания или связанные с генетикой, они очень редкие. Вот орфанные заболевания, все про них знают, да. И поэтому не всегда это диагностируется. А это может быть на генном уровне. Но так получается, здесь не сделали бы прививку, и это бы генетическое заболевание не развилось. Нет, оно бы в любом случае развилось. Просто есть четкая связь с прививкой. И родители всегда видят это вот, ну, например, мы сделали, через 3 недели у меня чего-то началось. Хотя 3 недели – это не тот срок, который можно связать. Но родители не переубедить. И здесь этические моменты, потому что достаточно сложно принять о том, что вот это произошло у их ребенка. Всегда хочется найти виноватого. Поэтому еще раз… Ну, что здесь делать? Прививаться. Каждый, абсолютно каждый случай постпрививочной реакции разбирается индивидуально. И каждый случай, когда идет связь, вот доказанных случаев, тяжелых осложнений, на самом деле, очень мало. Ну, крайне мало. Не столько, сколько бытует вот в соцсетях. Это, кстати, обратная связь, когда соцсети, они раздувают панику. Мамы сами себя заводят. Почитаешь эти группы, страшно иногда становится. Про грудное оскармливание. Кстати, прежде чем ответим, мы еще раз расскажем мамочкам, как правильно и кто научит. Вот такой вопрос. Не от меня, от молодых, юных еще только предстоит, которым стать мамами. Вот они спрашивают, а надо ли вообще вот кормить грудью? Ну, сейчас такое время современное, столько разных смесей. Боже мой, кормить чем хочешь. Здесь ситуация, она такая немножко, чтобы вот для молодых мам. Просто, которые уповают на технологии и все остальное прочее. Эталон для всех смесей один. Это грудное молоко. Этого эталона ни одна компания, самая современная, где бы она ни находилась, в Евросоюзе, в Америке, где угодно, она не может этого эталона достичь и не достигнет. Самое интересное, никогда. Это невозможно. Потому что материнское молоко по своему составу, оно настолько уникально, и там столько компонентов. Идем дальше. Состав материнского молока в процессе лактации меняется вместе с ростом ребенка. Да? Конечно. То есть, подождите, родила один состав, потом ему 5 месяцев, уже другой? Конечно, абсолютно верно. Вот этого я не знала. Самый простой пример – это наличие молозива в первые дни. Это просто видно, когда молоко очень жирное, да, оно желтое, да, его мало. Оно восполняет энергетические потребности ребенка. Потом, с моментом роста, жирность уходит, белка добавляется, потом он убывает, да, и молоко меняется по своему составу. Оно по основным элементам белки, жира и углевода, но оно меняется по микроэлементам. Поэтому заменить материнское молоко невозможно, это пункт второй. Следующий момент – это биологическая, там, или видовая специфичность, если хотите, да. То есть, человеческому детенуше человеческое молоко. А у нас чем скармливают? В основе любой смеси лежит… Корочья. Либо корова, да, коровье молоко, либо козье молоко, Австралия здесь впереди планеты всей. А иногда заменяют вообще сои. А если это та мама, которая вот курит, и что, все равно молоко остается предпочтительнее, чем смесь? Но все равно полезнее. Андрей Владимирович, ну вот раз мамочке задают такой вопрос про грудное скармливание, значит, он остается актуальным? Не умеют женщины часто этого делать, да? Ну, это, во-первых, врожденное, да, то есть, любая женщина рождена, чтобы стать матерью. Да, она рождена для того, чтобы родить ребенка, потом этого ребенка вскормить. Поэтому есть некоторые вещи, которые, они на инстинктивном уровне. Следующее, у нас идет значительно большое обучение именно в родильных домах. У нас получается парадоксальная ситуация. Женщина уходит, она приходит домой, к ней кто первый приходит? Медсестра. Да нет, бабушка приходит. Все не так. А, все не так. Пои водой, корми вот так, по часам, и все. И бабушки рулят. А иногда прабабушки рулят. Появился даже специалист, да, какой-то отдельный? Эти специалисты по грудному вскармливанию, да, они и есть, это не ноу-хау. То есть, мы у нас в штат, мы вводим краевого ненатального центра специалиста по грудному вскармливанию. Но эти специалисты, они уже работают достаточно давно. Просто системы нет, и не всегда есть возможность. Потому что, например, штатное расписание не предполагает наличие такого специалиста. Но есть возможность, допустим, у кормящей матери получить какую-то информацию из первых уст? Вот как-то обратиться к этому специалисту? Конечно, есть. Это как сделать? Специалист должен сейчас организовать вот эту школу молодой матери, школу грудного вскармливания, именно для тех мамочек, которые находятся у нас в больнице. Но потом мы будем развиваться дальше, и можно обращаться к нам в стационар, и, пожалуйста, в краевой ненатальный центр, вот, и я свяжу с этим специалистом. На базе первой детской больницы? Первая клиническая больница, номер один. Мнение доктора. Сколько надо кормить ребенка? На мой взгляд, не менее года. Не менее года. А до двух? Вот это вот в идеале. Можно до двух, но нужно, опять же, не ограничиваться. Вот здесь уже то, о чем вы говорили, прикорма до корма. Ну, это понятно. Нужно не ограничиваться, то есть это не еда, это уже общение мамы с ребенком. Это психология больше, да? Да, да, это общение ребенка с мамой, это их взаимопонимание. И иногда некоторые мамы не могут бросить кормить, не ребенок, потому что для им это жизненно необходимо. А самый такой минимальный период, когда все-таки, ну, вот это сколько? А многие говорят, у меня нет молока. Я понимаю, но нет молока – это, ну, мягко говоря, сказки про белого бычка. Нужно в каждом конкретном случае разбираться, почему у женщины отсутствует лактация, почему у женщины уменьшилась лактация или почему она снижена. Специалист по грудному вскармливанию, который вот работает, да, он должен в том числе и этим заниматься. Потому что истинных вариантов, когда молока изначально не было, наверное, сотые доли процента по каким-то анатомическим особенностям, как по гормональным особенностям. Иногда мы запрещаем, мы, медики, запрещаем кормить, да, ребенка грудью. Например, если мама ВИЧ-инфицирована. Или если ВИЧ-инфицирована. Женщин в последние годы с имплантацией груди стало больше. Это не мешает им скармливать детей? Не мешает, кормит, да. Вопросы от зрителей. Часто ли сейчас случаются травмы во время родов? Травма травме рознь, потому что некоторые травмы, они предопределены природой. То есть? Потому что природа защищает иногда. То есть, ну вот, есть такая родовая травма, называется перелом ключицы. Ну, то есть, это перелом косточки, да. То есть, это считается, ну, вообще-то достаточно в быту, да. То есть, если бы у меня произошел, или у вас, да. То есть, это достаточно неприятная вещь. А на самом деле, это защитный механизм природный. То есть, когда ребенок крупный, вот часто я в прессе, в средствах массовой информации читаю, что вот 5 килограмм и богатырь, это плохо. Это всегда плохо. Потому что нормальный ребенок не должен рождаться с таким весом и с таким ростом. Плохо для матери, для ребенка? И для ребенка, и для матери. Родить такого ребенка непросто. И у ребенка, ведь он почему-то же набрал эти 5 килограмм внутриутробных. Кушал хорошо. Не нормально. Нет, кушал хорошо, это не работает. То есть, скорее всего, здесь имеются какие-то гормональные нарушения. И этого ребенка нужно обследовать в первую очередь на нарушение обмена глюкозы. То есть, это есть такой диагноз, диабетическая фитопатия, когда у мамы там дистанционный сахарный диабет. То есть, диабет связанный с беременностью. Он, например, не коррегирован, он на никуда не обращался. У нас же масса женщин, помимо того, что отказываются от привык, врачам не верят, не обращаются, не наблюдаются или наблюдаются где-то кое-как. А потом мы имеем вот такие... Не становятся на учет беременные? Да. На учет или она на учете находится формально. Вот если этот ребенок рождается, да, у него, естественно, все размеры увеличены. В том числе и размеры плечевого пояса, которые больше, чем размеры. Голова прорезалась, дальше ребенок родиться не может. И для того, чтобы уменьшить окружность, плечевой пояс ломается ключица. Поэтому это травма или это защита? С одной стороны, формально это травма. И по таким вещам можно всегда говорить. Есть такое понятие, как кефологематома, да. Вроде бы это под надкосечное кровоизлияние, вроде бы как это травма. Но они случаются, в том числе и по абсолютно физиологических родах без них. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться. Сказать, что вот у нас родовой травматизм сильно вырос. Нет, абсолютно нет. Так как дети, мы их концентрируем со всего края, она в нашем стационаре. И что таких детей... Я бы даже сказал, что их, скорее всего, становится меньше. Андрей Владимирович, ну, я поняла. Основное образование врач-педиатр. Но потом-то стали не анатологом. Почему? Это цепь случайности. А на шестом курсе у нас был цикл не анатологии. Я его успешно прогулял целиком. Я улетел на соревнования. Ну, а потом жизнь заставила, и так потихонечку пошло. Это действительно очень интересно. Я пошел документы подавать на личфак. Когда я подавал документы, мне на собеседование попалась человек, который в возрасте уже очень такая пожилая дама, которая убедила меня, что оказывать помощь детям не менее благородно. Слушайте, какая-то была женщина с даром ясновидения. Она увидела вас в будущем. Нет, 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 нет. Все значительно проще. Просто на личфак шло много мальчиков, а на педфак очень мало. У нас, например, со 175 человек было всего 11 парней. Как же вам было хорошо там учиться. Поэтому им было и нужно перераспределить немножко, что на педиатрический факультет тоже поступали мальчики. Не думали, вот я сейчас хирурга. Нет. Ну, и мы очень рады, что вы врач-педиатр и не анатолог. Хотите что-то пожелать нашим зрителям? Как родить здорового ребенка? Посоветуйте. К рождению здорового ребенка нужно готовиться заранее. До начала беременности есть так называемая прегравидарная подготовка. Семейная пара, и мама, и папа должны к этому подготовиться. Вот прям имеет это смысл? Конечно, имеет огромный смысл. Ну, если молодые люди, ну что там готовятся? Молодые люди, у них есть масса проблем у молодых людей, у любых. И я тоже был когда-то молодым. Ну как, ну в 20 лет, в 25 еще нормальное здоровье у большинства. Вы так думаете? Да. О курении, которое у нас ранее, с подросткового возраста. О употреблении алкогольных напитков, которые не контролируются. А энергетики, которые все пьют, опять же, бесконтрольно. Это просто вот навскидку. А чем мы питаемся? Фастфудом. Если серьезно подходить, я понимаю, что я буду, может быть, несколько смешон в глазах молодых. Тем не менее, если вы планируете рождение ребенка, если планируете нормальную семью, желательно не с одним ребенком, с большим количеством детей, то тогда нужно обратиться к специалистам, то есть к репродуктологам, да, к акушерам-гинекологам. Прочитать риски там, может быть. Да, обратиться в женскую консультацию, сказать, вроде мы хотим завести ребенка. И вы получите весь набор, в том числе и по профилактике врожденных пороков. Генетическую экспертизу надо всем парам проходить? Еще раз, обратиться надо к специалистам. То есть это все решается индивидуально. Всем подряд, я думаю, не стоит. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Друзья, нам всем надо беречь печень. И не только от ее главных врагов алкоголя, жирной пищи и малоподвижного образа жизни, но и от вирусных гепатитов В и С. Их распространенность в мире очень высока. И по оценкам специалистов, они так быстро распространяются во многом из-за плохой информированности людей о путях заражения, методах защиты. И что тоже важно, люди не знают о возможностях терапии. Врач-инфекционист высшей категории Валентина Андреевна Смагина расскажет самое важное про гепатиты В и С. Какие гепатиты считаются наиболее опасными? До девяти разновидностей вирусных гепатитов. Среди них энтеральные гепатиты, которые проявляются как кишечные инфекции, и парантеральные. Вот они особо опасны. Это вирусный гепатит В и вирусный гепатит С. Парантеральные гепатиты – это гепатиты, которые передаются через кровь. Какие симптомы у гепатита В? Если мы говорим о вирусных острых гепатитах, то гепатит В проявляется обычно слабостью, недомоганием, интоксикацией, температурой. Острый гепатит В лечится хорошо, не оставляет никаких последствий. Если заболевание протекает более шести месяцев, то это уже говорит о хронизации процесса. К сожалению, на сегодня мы не можем похвалиться успехами в лечении. Как передается гепатит В? Гепатит В передается половым путем. Это один из первых путей передачи. Обязательно нужно соблюдение правил личной гигиены. Это бритвенные, маникюрные приборы. Если вдруг порезался, то чтобы не было контакта крови с близкими людьми. Как проявляется гепатит С? Он проявляется только в 10% случаев какой-то клиникой. Его поэтому называют часто ласковый убийца, потому что он может никак себя не проявлять, а проявлять уже в какой-то продвинутой стадии того же цирроза печени или даже рака печени. Как можно заразиться гепатитом С? Инфицируется тоже через колюще-режущие предметы при нарушении целостности кожи. В редких случаях гепатит передается половым путем. Вертикальным путем от матери к ребенку тоже он передается намного реже, чем гепатит В. Менее опасен в плане передачи, чем гепатит В. Можно ли вылечить гепатит С? Да, на сегодня гепатит С относится к излечимой болезни. Это нас очень вдохновляет, потому что если раньше мы разводили руками, пациентам говорили, что особо эффективного лечения нет, и если оно было, то очень тяжелое. На сегодня существует безинтерфероновая терапия, и многие мои пациенты уже излечились от этого гепатита, и многие уже сняты из диспансерного учета. От вирусных гепатитов есть вакцины? Существуют прививки от гепатита А и от гепатита В. Конечно, ее можно делать и нужно делать. Есть группы риска, это медработники, люди, которые принимают наркотики, это люди, у которых часто меняют партнеров. То есть этим лицам обязательно нужно быть привитыми от гепатита В. Правда или миф, что вирусные гепатиты передаются через рукопожатие и поцелуи? Через рукопожатие и дружеские поцелуи гепатит ни В, ни С не передается, а вот гепатит В через поцелуи, особенно если это глубокие поцелуи, то есть и если есть нарушение целостности слезистой ротовой полости, это один из вторых путей передачи через поцелуи гепатита В. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова